Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторчик, продолжаем собирать наши истории, сегодня приоткрою завесу тайная история, которая касается утечки тока. Приезжает как-то к нам в магазин мужик на автомобиле Infinity, честно говоря, модель я уже не помню, говорит, слушайте, какая-то проблема возникает, говорит, вот где-то неделю езжу, езжу нормально, потом раз, в какой-то момент не могу запустить мотор. Потом, например, заряжаю аккумулятор, езжу еще там дня 2-3, опять аналогичная ситуация, можете, говорит, посмотреть там и так далее. Мы, сразу скажу, мы не профессиональные автоэлектрики, наш магазин не рассчитан на супер-пупер диагностику, можем сделать простенькую диагностику, в которую входит проверка утечки тока, проверка потребления стартера и работа генератора, то есть напряжение борт-сети. Также проверка аккумуляторной батареи. Мы проверили стартер, генератор, утечку, все было в норме, то есть вот именно тогда, когда мы измеряли, все было в норме, без всяких на то проблем. Аккумулятор, он говорит, давайте зарядите, говорит, а на это время вы дадите мне подменный. Ну, мы, естественно, сделали эту процедуру и это очень такой важный момент, то есть для того, чтобы пока что не покупать новый аккумулятор, можно взять подменный и посмотреть, проявится проблема или нет. Если проблема не проявится в ближайшем, так скажем, будущем, да, там вот с той периодичностью, с которой она была, соответственно, в этом случае виноват с большей долей вероятности именно аккумулятор. Вот, если проблема на вот этом подменном аккумуляторе остается, то это виновата какое-то электрооборудование, да. Вот, на что он там приезжает через дня 2-3, говорит, проблема осталась, давайте, короче, мне мой аккумулятор этот возвращайте, который был на зарядке, и приобрел еще один аналогичный аккумулятор на свой автомобиль, для того, чтобы пока один аккумулятор разряженный будет заряжаться на зарядном устройстве, он поставил второй заряженный и ездил. То есть, периодически их вот так вот менять. Мы такую ситуацию называем электрокар, потому что это никак иначе, как электрокар, то есть, заряжаешь батарею, чтобы поездить, потом снимаешь, ставишь заряженную и так далее. То есть, это такая стандартная ситуация, так скажем, когда не работает генератор, например, да, то есть, вы ездите, у вас подразряжается аккумулятор, потом заряжаетесь и так далее. Когда у вас какая-то ненормированная утечка тока и так далее. Вот в этом случае как раз-таки была утечка тока, и она была не постоянная, а такая плавающая. То есть, она могла проявиться на третий день, могла проявиться на следующей неделе, могла проявиться там через несколько часов и так далее. То есть, ее вот прям вот конкретно в данную секунду не поймать. На что мы посоветовали обратиться в какой-то качественный автосервис, где именно работает качественный автоэлектрик. Ну, он уехал там, приехал уже где-то через неделю-полторы-две. Приезжает и говорит, ну, говорит, что съездил, я, говорит, в автосервис. Вот, не знаю, честно, в какой. Вот, на что, говорит, там, говорит, установили, да, это, скорее всего, именно плавающий вот этот дефект, плавающая утечка тока. Вот, на что они там проверили, посмотрели и сказали, ну, мы, мол, установить не можем. Что именно и где именно этот вот блок, где именно этот потребитель, который у вас высаживает аккумулятор. И, говорит, сказали, что может быть там тысяча разных причин, поэтому, как бы, ничего мы делать не будем. И отдали ему автомобиль вот в состоянии, так скажем, вот этой поломки. То есть, поломку не устранили. Вот, на что человек, говорит, ну, мне это, честно говоря, уже поднадоело. И продал этот автомобиль, когда приехали покупатели. Он, аккумулятор этот второй, говорит, возьмите, говорит, на всякий случай. Типа они, говорит, а зачем? Говорит, да, мало ли что, говорит, в дороге там и так далее. Говорит, отзвонитесь обязательно. Когда едете до своего места проживания, они, говорит, там уехали, потом отзвонили, говорит, все нормально, тачка огонь, спасибо, мужик, там все такое. Он, говорит, все, пожалуйста, говорит, и так далее. И то есть, здесь напрашивается два вывода по поводу вот этой ситуации, конкретно утечки, ремонта утечки. Да, потому что первый момент, может быть, действительно какая-то утечка, которую очень тяжело и нереально найти, да, что, я думаю, конечно, вряд ли. И второе, это квалификация вот этих людей, которые и производили поиск и ремонт вот этой утечки тока. То есть, я думаю, что, ну, наверное, можно найти, но я, опять же, я ничего не утверждаю, я не профессиональный автоэлектрик, но я думаю, что если постараться, можно ее найти. То есть, два вывода. Вот, и что касается вывода по поводу всей этой ситуации, естественно, с неисправным электрооборудованием, в частности, это генератор, это ненормированная утечка тока больше нормы, или там залипающий стартер, особенно разъезжать где-то не стоит. Потому что можно пригореть, так скажем, если генератор у вас не работает, то можно встрять где-то прям посреди дороги, у вас разрядится аккумулятор, вы дальше ехать не сможете, в частности, если у вас бензиновый мотор. Если у вас ненормированная утечка тока, вы можете приехать в Ашан, пока ходили, пришли, все, запустить не сможете, приходится бегать, там, искать, кто подкурит, или там, искать запасной аккумулятор где-то. Также и залипающий стартер, это вообще, наверное, самое страшное, если еще коробка автомат. То есть, довольно сложно будет как-то попытаться запустить, потому что подкурить это можно найти, да, можно купить новый аккумулятор, поставить, а вот залипающий стартер, это очень геморрная тема. Поэтому старайтесь всегда устранять те неисправности по электрооборудованию, в частности, вот эти жизненно важные, да, для запуска и для дальнейшего движения автомобиля, и будет все у вас отлично и в порядке. Ну вот такая вот история, кто что думает по ее поводу, пишите вниз в комментариях, если у вас есть какая-то история, желательно подкрепленное фото и видео, присылайте на e-mail, он указан вот здесь вот. На этом, пожалуй, все, ставьте лайки, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok